Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Ими вы говорили об этом, что вам зашла неделя карьеры за игрока. Если вы хотите, чтобы мы повторили это чуть-чуть попозже, немножко, чтобы у меня и другие ролики тоже немного продвигались, я обязательно сделаю, если вы хотите, вторую неделю карьеры за игрока, если под этим видеороликом наберется 30 лайков, друзья. 30 лайков, я уверен, у вас это получится, вы уже набирали под некоторыми роликами именно карьеры за игрока 30 лайков, поэтому я вас верю. Итак, у нас третий сезон, третий сезон, и все пишут только одно практически. Уходи в Европу. Я сейчас долго думал насчет этого, поэтому дал небольшую паузу для карьеры за игрока, чтобы тоже немного осмыслить, почитать ваши комментарии. И пришел к одному такому решению, который, ну, более-менее охватывает все. Итак, сейчас я вам оглашу свое решение, как я хотел бы дальше двигаться. Сейчас я последний раз, там, кто-то мне написал, попробуй, ладно, последний раз уж быть, кто-то написал там, попробуй последний раз отправить предложение, приглашение свое в Зенит. Если Зенит твое предложение отклоняет, ну, это уже чисто я, если отклоняют, то все. Значит, нигде я в России больше не остаюсь, потому что для меня перейти в Зенит, это значит побороться за чемпионство, чтобы у меня были все трофеи, по крайней мере, потому что я думаю, мы за Суперкубок поборемся еще в этом выпуске, никуда не перейдем. И, ну, это участие в Лиге Чемпионов за Российский клуб, потому что в Лиге Европы мы поиграли 8 матчей, вроде даже сыграли за Локомотив, в Лиге Чемпионов за Локомотив мы дважды отыграли в прошлом сезоне против Тоттенхэма. Теперь, кстати, никто из вас в комментариях не написал, наверное, все-таки не получится мне изменить именно данные в этом сейве, в этой карьере, потому что немножко у меня патч крашнулся. И, например, вот сейчас в Лиге Чемпионов у нас соперник Арминия, но это не Арминия, это Борусия Дортон. Я так понял, можно даже посмотреть, вот заходим мы в Англию, хоть здесь, и у них все матчи, это уже новая таблица, но, видите, три последние команды, это, скорее всего, те, которые прибыли только что. А вот Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм вот так выше, это, скорее всего, так, как они занимали в прошлом сезоне. То есть Сити стали чемпионами, Ливерпуль второй, Тоттенхэм третий. Я так это примерно понял, потому что посмотрел, практически везде такая закономерность. Давайте даже вот чемпионат Франции я посмотрю. Вот, здесь, скорее всего, ну, Лион победил, ПСЖ, Тоттенхэм, Лиль, Марсель, Ницца и вот такие вот дела. Давайте дальше, тоже интересно, может, кому посмотрим. Надо было это, естественно, наверное, в прошлом сезоне все-таки делать, но ничего. Ну, вот здесь вот, да, это более уже похоже, Ювентус, Милан, Наполи, Интер, Лацио, Рома. Здесь все вот так вот. Так, в Гаванде не сильно интересно, в России тоже, хотя в России я могу сейчас, наверное, посмотреть, но толку от этого никакого. Вот, Локо на первом месте, не знаю почему, но это не суть. Мы помним, что мы заняли вторую строчку в Испании, в Испании, в Испании, в Испании. Здесь у нас мы видим Барселона, Реал, Атлетик, Сибилия, Вильяреал там дальше пошел. Ну и давайте в Бундеслигу мы заглянем. Здесь вот, как вы видите, Баруся Дортмунд находится хоть и внизу, но это не она, потому что, скорее всего, это и есть Арминия, без понятия. Потому что здесь вот Бавария находится на первой строчке, а кто постоянно конкурирует за Баварией? Естественно, Баруся, вот, Арминия, Белфелд, это как раз и есть Баруся, Дортмунд, Байер, Баруся Мюнхенгладбах, Лейпциг. Вот такие вот дела, потому что мне тоже вот переходили же предложения, вот список предложений. У меня есть из Франкфурта, Айнтрахта, два причем предложения, но одна из этих команд, вот, вот это, я так понимаю, это настоящий Айнтрахт, а вот это, это все-таки РБ Лейпциг, потому что здесь Пульсен, здесь Орбан, Хальстенберг вроде как, вот Клостерман там, так что Мкунку, Лаймер. Вот такие вот дела, так что пока что двигаемся так, я сейчас отправлю предложение Зениту, если они отклоняют, мы точно ищем другой абсолютно клуб, который вы мне писали в комментариях. У меня есть парочку интересных клубов, я надеюсь, что времени мне хватит, чтобы договориться с абсолютно всеми, но, по крайней мере, я уже точно могу перед вами сказать, мы не останемся в Локо, потому что, ну, у меня уже есть даже из Лейпцига, из Франкф и Айнтрахта, вот, здесь, кстати, ну, контракт тоже кому интересно, вот, по, это, скорее всего, моя зарплата в год, вот, 2 миллиона, 600 мне предложил Лейпциг, получается, вот этот, нет, это Айнтрахт вроде, да, А Лейпциг мне вот предложил 2,5 миллиона в год, но не суть, мы вообще здесь не за деньгами, поэтому запрос о трансфере, даже сейчас могу зайти в Бундеслигу для вас, вот, видите, Боруссия, Дортмунд, хотя здесь, посмотрите, здесь Хитц, Бюрки, Даут, так, а где это Армения, а вот здесь, я вообще не понимаю, здесь какие-то составы странные, здесь Магомед Шипи Сулейманов, он даже играет, Торган Азан, Азар, Холланд здесь вот, странно, конечно, ну, да, 2 команды из Бундеслиги мне уже предложили, но я все-таки, последнее мое предложение, я отправляю в Зенит запрос трансфера, трансфер запрос можно подать только одной команде за раз, вам придется ждать до получения официального запроса, подать предложение, все, я подаю предложение в Зенит, по крайней мере, это мне даст еще время, чтобы никуда не уходить и постараться выиграть чемпионат, ой, суперкубок, суперкубок России, итак, мне приходит сообщение, отлично, ребят, мне предложил Зенит, все, наконец-то у меня получилось договориться с Зенитом, ой-ой-ой-ой, посмотрите, какие деньги мне тут предлагает, Сергей Богданович Семак, прям вот так вот смотрит грозно, ребят, я надеюсь, вы меня поймете, вот это точно моя последняя попытка в чемпионате России стать чемпионом страны и опыт получить в Лиге чемпионов, потому что, ну, ребят, куда я должен переходить, кто-то там написал, да, в примере, даже упомянул Холланда, но это абсолютно другой контингент, они европейцы, им намного легче, там играют они абсолютно за любые команды в любой стране, это всегда у них практикуется, у нас в России из-за лимита, у нас вот какие баснословные деньги получают наши футболисты, чтобы их здесь удержать, это во-первых, и во-вторых, за большую сумму закладывают за них, чтобы продать куда-то в Европу, потому что из-за лимита не хотят российские клубы, теряют российских игроков, поэтому только за большие деньги готовы с ними прощаться, поэтому я попробую, если, сейчас не отхвачу от вас дизлайков, плохих комментариев, но я думаю, вы меня поймете, и последний шанс стать чемпионом России, и после этого уже точно со всеми трофеями, так сказать, в стране можно будет уходить. План игры давайте тоже посмотрим, ну да, здесь действительно Дзюба, у меня 80-й вроде, или 81-й рейтинг, не суть, Дзюби, 34 года, Азмуну 27, неплохо, идем дальше, куда делись, у них тут столько было нападающих, а, вот они, да, Ни Янг, 28, но у него 79 рейтинг, так что вот такие дела. Мини Юлия даже купили, здесь в старте особо новых игроков-то и нету. Так что, ребят, я перехожу в Зенит, принято предложение от этого клуба, контракт у меня запланирован, переводим время. Будет подтвержден переход в клуб Зенит. Все, ребят, полетели. Итак, мы в Санкт-Петербурге, друзья, отлично, уже прям чувствую это. Не знаю сейчас, какой мне номер вообще дадут, я два сезона, друзья, находился в команде сезона, по итогам каждого сезона, вот два сезона я отыграл в чемпионате России. И вот, ой, тут для меня еще и представление замутили, а. Вот это уровень, все-таки я вышел на этот уровень, супер. Так, ну это, наверное, Медведев все-таки. Как президент Зенита. Не, ну то, что сзади, вот это прикольно, кстати, да, Кеньков, российская премьера лига, Зенит, вот это все. Ну мы переходим еще и в команду, которая официальный партнер Pro Evolution Soccer, вот. Это просто восхитительно для меня, это особый день, я с нетерпением ждал перехода в этот клуб. Действительно, дважды меня отклонялись. Самое главное, это победа, я готов к игре, жду-нежда, ждусь нашей встречи на стадионе. Ребята, я перешел в Зенит. Зениту я, кстати, ну вот забивал, может после этого я и перешел. Потому, ну, точнее, они согласились меня взять. Сообщение о новичке, Гильерме Гуэдеш какой-то, и это не знаю, то ли влог, то ли здесь. Так, давайте номер посмотрим, какой я получил. Я получил 24 номер. Хм, 24 номер. У меня день рождения 24 числа. Я попробую десяточку все-таки отобрать у Ригони. Посмотрим, что из этого выйдет. И у нас, кстати, сразу же матч за суперкубок. Я не знаю, выпустит ли меня Симак против Локомотива. Ну, мы посмотрим. И все, у нас сейчас игра против Локомотива сразу же с первых минут. Ну-ка, дали ли мне номер? Отлично, мне дали десятый номер. У Ригони его забрали. Какой теперь у Ригони? Ой, предпочитаемый позиции, извиняюсь. Предпочитаемый номер. Ну, Ригони 18 получил. То есть, все, номер 10 у меня на спине. Как и в Локом, как и в Зените теперь все. Я буду играть. Там почему-то Прохин центральное защитное девятый номер имеет. Вот это странно. У меня, вы посмотрите, у Лока было, что они сейчас будут играть квалификацию еще к Лиге Чемпионов против Боруссии. Там какой-то состав. Ну, Армении, в общем. Зенит не будет играть, потому что они заняли первую строчку. Кстати, Гюндаган в Челси перешел. И Сити, и все вроде. А у нас два матча будет сейчас с вами подряд против Зенита. Один за Суперкубок, другой в чемпионате. Поэтому давайте, давайте начнем. Посмотрим на план игры. Я теперь в паре с Дзюбой. У меня 81 рейтинг. Сложность я поменял. Я сейчас даже могу это показать. Так, основные параметры. Я вроде, да, поменял. Вот у меня теперь лучший игрок. Дальше идет Зенита футбола. Но я чуть попозже, если действительно будет мне легко. Из-за рейтинга, как такового, играть на этой сложности. Я, естественно, поменяю. Но пока что буду учиться на этой сложности. Вот. У Локомотива теперь в старте, можно сказать, Джорджевич. Хотя могли и Смолова поставить рейтинг-то получше. Может, на заминку выйдет. Но у меня, кстати, впервые такое, что у меня есть теперь в нападении, так сказать, партнер. Потому что я всегда играл чисто одного нападающего и в Химках, и в Локомотиве. Но теперь замечательный момент. Зенит против Локомотива. Сразу же мы встречаемся против своей бывшей команды. И сейчас все решится. Как ко мне отнесутся болельщики. Если я выиграю за Зенит, то это замечательно будет. Потому что это еще один трофей в России. Ко мне в копилку. Если я проиграю, все скажут, вот, ты ушел, а мы все равно побеждаем. И без тебя. Так что вот это очень трудно сейчас будет. Поехали. Зенит-Локомотив. Итак, стадион Konami Stadium. Нейтральный, как бы так сказать, стадион для матча Суперкубка. И где-то я там. Вон, я вижу свой десятый номер на шортах. Встречаюсь сразу же. Первым же матчем, друзья. У меня два матча сейчас будет за Зенит. И два против Локомотива. Это будет очень тяжело на самом деле. Но хотя бы я теперь поиграю в Лиге Чемпионов на групповой стадии за Российский клуб. Все-таки тоже надо вот этот опыт себе поддержать. И 1-0, а? Вот так вот. Сейчас я ловлю, действительно. Жду эти комментарии. И Уркин, кстати. Десятый номер. Он перешел, наверное, из Краснодара сразу. И взял мой номер. И выходит вперед Локомотив. Миранчук на Уткина. Ну как вот это вообще можно было? На воротах Лунев уже вроде даже стоит. 35-я минута. И Дзюба. Дзюба. 1-1. Как сейчас хорошо. Здесь поучаствовали мы все-таки в этой атаке. И Ловрен. И Дзюба сейчас в подкате просто. Забивает 61-я минута. Артем Дзюба. 1-0. И все. Отлично. Сравнялись. Слава была. А то я думаю, сейчас вы на меня налетят в комментариях. Вот. Ушел. Хотя все равно. Это тебе отомстили за то, что ты не послушал нас. Не ушел в Европу. Здесь Аздоев на меня. Я здесь так на Ловрена. И Ловрен голевую передачу на Дзюбу. Так что предголевую передачу мы отдали. Отдает на меня. Ой-ой-ой-ой. Вот здесь опасно. И! Ну забивай. Ой-ой-ой. Потащил. Потащил Гильерми. Это кто там Ловрен так долго стоял-то? И все. Основное время ничья. 1-1. Да, друзья. Была в нашей карьере уже одна серия пенальти. В 1-8 кубке. Кубка России. Когда мы играли за Хинки еще против ЦСКА. Тогда ЦСКА нас обыграли. Я даже не бил тогда пенальти. Потому что меня заменили после 90 минут. Но сейчас серия пенальти. Я не знаю, каким я даже буду бить. А вот. Теперь знаю. Я бью вторым. У меня пенальти, кстати, 73. Ну это почти как у Смолова. Хотя вряд ли это хорошее качество. Бить пенальти как Смолова. Итак, Дзюба против Гильерми. Ну, друзья, меня сейчас прям действительно, меня сейчас распирает. У меня прям сейчас очень серьезный адреналин вырабатывается. Нервы. Потому что, ладно бы я играл эту карьеру сам для себя. Но тут есть все-таки люди, которые смотрят. Некоторые, надеюсь, примут мою сторону. Но, естественно, найдутся те, кто будет меня сейчас хейтить. Дзюба забивает. Отлично. Спокойно. Я ни разу, кстати, не бил пенальти. Но я знаю, как там вроде что делать. Поэтому здесь спокойно уж. Смолов против Лунева. Паненко, ударь, пожалуйста. Есть! Смолов не забивает снова пенальти. И сейчас у меня есть шанс. Так, вот, да, кругляшок. Давайте. По нашей традиции в левый верхний угол я пробью. И Гильерми, естественно, потащил мой удар. Спокойно, ребят. Спокойно. Я верю в то, что Лунев сейчас может потащить, а Ионов не забить. Но нет. И он забивает, и он сравнивает счет. Обидно не забить пенальти, конечно. Причем вроде свой первый пенальти в карьере за игрока FIFA 20 я забил. Азму забивает и выводит команду вперед. Спокойно. Обидно, конечно, будет, что если мы проиграем, не дай бог, конечно, из-за меня. Но нет, все, мне кажется. 2-1 мы ведем. Сейчас главное просто дальше продолжать забивать, ребят. Мы все-таки в зените. Команда очень хорошая. Кузяев подходит к мячу. Удар. Но Гильерми его удар тоже потащил. Но сейчас, я так понимаю, по воле, случай жребия. Антон Миранчук должен забивать. Вот. Потому что мы видим здесь. Мы забиваем, когда Локо пропускает. Нет. Не получается затащить. У Лунева 2-2. И сейчас вот все, на самом деле, в ногах Вилмара Бариоса. Опасный момент. Забивает. Вилмар Бариос забивает. И все. Сейчас нам-то спокойнее. Нам спокойнее мы ведем. И Баринов сейчас бьет решающий удар. Если сейчас Лунев отбивает, мы еще и сзади фанатка Зенита. И надеюсь, у нас сейчас получится. Лунев. Нет. Баринов шикарный. Шедеврально просто развел Лунева в этой серии пенальти. Аздоев. Бывший игрок тоже Локомотива. Внимание. Забивает. Какой пушечка это Аздоев. Мы, кстати, сейчас забиваем последние удары прям подряд. И сейчас утки. Кто же забрал мой номер и пришел из Краснодара в Локо. Забивает, а? Что творится, а? Нервы на пределе. Дугло Сантос. Мне на самом деле очень стыдно, конечно, что он не забил. В серии пенальти. Могли бы сейчас уже и выиграть. Дугло Сантос. И как же он сейчас положил. Я думал, это мимо. Но нет. В самую девятку. А что я-то праздную? О, показали здесь. Я бы сейчас вообще бы там стоял в таком бы нервике. Лысов. И не забивает Лысов. Зенит обладатель Супер Кубка России. Супер, друзья. Хоть я и не забил пенальти. Как же меня сейчас просто распирает от этих эмоций, а? Не забивает Лысов. Сейчас с Колысову, да, там уже подошли. Вот меня еще показывают. Я вместе от Кузяев, я так понимаю, или кто. Да, Кузяев, 14 номер. Супер. Один матч. Не забитый пенальти. И трофей. Я не знаю, получу ли я пендулей от Сергея Богдановича. Но, я так понимаю, у меня дюбы здесь ракицкие. Подуспокоили немного. Такие все нормально. И вот она, естественно, эта фотография. Мой первый трофей за Зенит. Второй в России. Теперь, по факту, мне осталось выиграть с Зенитом чемпионат России. Третий по счету в нашей карьере. Потому что Зенит два года подряд выигрывает чемпионат России. Лучшим становится Дзюба. У меня оценка 6.5. Не такая уж и плохая, на самом деле. Но все-таки вот незабитый пенальти меня очень, на самом деле, расстраивает. Там будет вообще написано. Конец матча. Матч завершен, да. Тут ничего такого нет. Ребят, ну вот. Будем, значит, практиковать пенальти. 5.4. Прям такая нервная была сейчас серия. Боец у меня до сих пор, кстати. Пристоит прозвище болельщиков. Наверное, оно не меняется. Переходим даже в другую команду. И это супер. Мы побеждаем Локомотив по серии пенальти. Я просто сейчас не представляю, что будет в матче против Лока в чемпионате России. Сообщение нам приходит. Мы вызваны в сборную России. И, я так понимаю, это снова там. Опа! У меня теперь девятый номер в сборной. Неплохо. Но странно, почему у меня десятку не могут. Я там все-таки Кучаев играет под этим номером. Вот. Ну, а сейчас у нас игра против Локомотива. Уже в чемпионате России. Первый тур. Я не знаю, как сейчас будем мы играть. Играем мы еще и на выезде, ребят. Это вообще такое сейчас будет. Ну, мне кажется, меня сейчас будут освистывать все болельщики на РЖД-арене. Не суть. Не суть. Донорума переходит в Ливерпуль. Ребят, насчет тренировок. Да, я почитал ваши комментарии. Я немножко в дриблинг до половины вложился в скорость. 6 поставил. И с выносливости 2 убрал. Потому что, ну, вроде как, я даже сейчас смог отыграть 120 минут. Напишите, может быть, мне уже стоит там тренировать какие-то способности. Вот это тоже напишите. Буду очень рад вас послушать и что-нибудь да и прокачать. Если можно, конечно, это уже сейчас. К третьему сезону. Мы сейчас играем в паре с Азмуном. Вот так вот выглядит. Теперь у нас ракетский капитан был Дзюба. Дзюба дали ему отдохнуть. У Локомотива практически состав не изменился. Только вот вместо Коченкова, вместо Гильерми, теперь Коченков и Антона Мироничка нету в старте. Поэтому посмотрим, как мы отыграем. Выездная игра за Зенит. Поехали. Итак, Локомотив против Зенита. РЖД-арена, как будто и не переходили мы никуда, ребят. Снова на этом стадионе мы встречаемся с болельщиками. Первый же тур и сразу же матч, как в Суперкубке России. Локомотив, вторая строчка прошлого сезона чемпионата России против двукратного сейчас подряд в нашей карьере обладателя чемпионата России Зенит, в который мы и перешли за этим трофеем. Я надеюсь, что наш вот такой вот переход не в том плане, что усилит Зенит, а в том плане, что Зенит поможет нам стать чемпионом России. Хотя все должно быть на самом деле наоборот. Мы должны усилить все Зенит. Ну и все, друзья. Первая игра за Зенит в чемпионате России. Ничья. И мне кажется, это закономерный результат. Потому что даже в Суперкубке в основное время мы не смогли выявить команду, которая играет лучше, чем мы. Ну, точнее, из нас двоих. И на этом все. Лока, естественно, как хозяин поля, даже вот и по владению немножко превзошел по ударам здесь у них. Ну и Баринов лучший круг матча. У меня оценка 6 и 0. После первого тура на первой строчке у нас Краснодар. Мы занимаем восьмую строчку. Делим ее там с Локомотивом, Ростовом, еще с кем-то. Ну и пока что вот. Кому интересно мои статы тоже посмотреть в новом сезоне. В 19-м лет пока что будет там уже зимой 20. И вот говорят нам, что к 22-м годам у нас будет рейтинг. Ну, примерно тут 89-88. Но это все зависит от нашей, естественно, игры. Итак, объявление лучшего футболиста Европы прошлого сезона. И им стал Эвертон. Серьезно? Он откуда вообще? Так, индивидуальные титулы. Лучший футболист Европы Эвертон из Бенфики. Месси на второй и на третьем Роналду. Ну, это очень странно. Чего к чему? 448 аж человек. Чего там Бенфика такого и сделала? Так, здесь по прошлому году ничего. Да, вроде все так же и осталось. Переводим время. И у нас сейчас будет с вами игра против Ростова. Приходит нам сообщение. Мы в старте, естественно, сегодня. Итак, давайте перед матчем все-таки с Ростовом я бы вам показал жеребьевку Лиги Чемпионов, которая не так давно здесь прошла. И как раз... Мы можем, да, с раунда плей-офф начать. Локомотив, кстати, прошел. Ну, поздравляю их. Локо без меня прошли квалификацию. И я так понимаю, они даже дома. Походу, они все-таки дома. Выиграли Армению со счетом 2-0. Вот. Поздравляю с выходом Локомотив. Остальные результаты вы сейчас увидели. Ну, что ж, поехали. Я уже посмотрел, да, в расписании и увидел свою группу. Но, на самом деле, она очень интересная. Здесь практически, как и в прошлом году, с Локомотивом у нас главный соперник, как там был, в Улверхэмптон. Здесь это Милан. Ну, и больше я здесь практически не вижу команду, которая может еще с нами конкурировать. Мы с Миланом можем, на самом деле, побороться за первую строчку. Все-таки в Лиге Чемпионов здесь это важно. Выходить с первой строчки. Ливерпуль, пассажир спортинг, АЕК, Бенфика, Арсенал, Локомотив, Олимпиакос. Ну, здесь, кстати, Локомотиву тоже пожелаем удачи. Здесь, на самом деле, проходимые. И я буду рад видеть Локом в плавуфлиге чемпионов в этой группе. Барселона, Наполи, ПСВ, Славия. Шахтер, Атлетика, Галатасарай, Копенгаген. Лион, Тоттенхэм, Порто, Рейнджерс. Сити, Риал, Якс, Адереймс. Ювентус, Бавария, Андерлэх, Динамо, Загреб. Ну, и мы. Вот такие вот дела в Лиге Европы. Групповой этап. Виллериал, Брюги, Брондби, Галин. Марсель, Баруси, Мюнхен, Гладбах, Бешикташ, Фомаликава. Челси, Краснодар, Паук, Санта-Клара. Интер, Лейпциг, Лэнс, Разиспор. Лестер, Фейнорд, Спарта, Ливингстон. Валенсии, Генг, Базель, Аберден. Байер, Фенербахче, Гент, Ночен, Хамакс. Или Ксамакс, как-то так оно считается. Армения, Реалбетис, Антверб, Рендерс. Рома, Лиль, Азе, Хэмилтон, Академикал. Манчестер, Ренеттед, Спартак, Динамо, Киев. Вы просто посмотрите, вот как так проэволюшн, Сокер делают. Ну, нереально же так, чтобы Спартак и Динамо, Киев. Ну, зачем? Почему это нельзя было просто вот исправить? Вейджеле. Севиле, Истанбул, Мидленд и Цюрих. И последнее, Лацио, Спортинг, Брага, Тамбов. Играет в Лиге Европы, между прочим. Адо, Денхак. Все, на этом все. Ну, и, кстати, Суперкубок УЕФА прошел в пользу Ливерпуля. Они обыграли Барселону. Ну, что же, у нас сейчас игра против Ростова. Первая домашняя игра для меня на Газпром-арене. И вот такая вот расстановка у Ростова. Писиков на воротах. Посмотрим, посмотрим, что нам вообще получится. Здесь Еременко справа почему-то вообще играет. Ну, да ладно. Поехали. Итак, Ростов приезжает на стадион Газпром-арена против Зенита. Ну и вот, сегодня это наша первая домашняя игра за Зенит. И все. Ничья 0-0. И, друзья, что вы посоветуете вообще делать? Я не понимаю. Ну, за Зенит мы играем. Хоть за Локомотив, но просто вот этот стабильный результат. 0-0. Все. Мне кажется, я меняю в любую команду, в какую я бы не перешел бы, всегда будут вот такие нули. И здесь не от меня это зависит, а потому что за команду, за которую я бы не играл, она всегда будет играть так. А Локомотив, конечно, здесь Химки 4-0 он выносит. И сейчас впереди планеты все и они. А Зенит, между прочим, там что-то в прошлом сезоне 15 матчей подряд они выиграли со старта. Но сейчас просто 3 ничьих. Это просто странно. Итак, заканчивается у нас трансферное окно. Наше вот подписание прошло успешно в Зенит. И снова товарищеская игра против Колумбии. Мы уже вроде выступали против них. И мы в старте в матче сборной России. Посмотрим. Посмотрим сейчас. Снова играем как будто дома. В одного нападающего, да, Кучаев-Бакаев здесь мы видим. Из Зенита. Из Зенита вообще, кстати, в старте никого кроме меня. Вот такие вот дела. Ну вот с Антоном Мерничком ходит. Здесь мы будем в сборной пересекаться, потому что очень хорошо мы с ним сыгрались в Локомотиве. Поехали. Итак, сборная России против сборной Колумбии. Интересный матч на сегодня будет с вами ожидать. Как раз вот против сборной Колумбии, где играет наш одноклубник. Мы, кстати, сегодня дебютируем за сборную России под новым номером. У меня был одиннадцатый. Теперь после перехода из Локо в Зенит мне дали девятый номер. Так что будем его теперь представлять на матчах международной команды. Это еще и на меня такая передача интересная шла. Подача. И это гол. Какую мы сейчас голевую отдали? Кто это? А это Рома Зобнин. Отлично. 1-0. Какую невероятную голевую я на него сейчас отдал. Причем с левой ноги вроде. Супер. Хорошо, что получаются вот такие моменты. И это очень даже хороший момент. Здесь хорошо на нас Кучаев отдал. И мы с левой ноги. Здесь Зобнин выпрыгивает. И от перекладины мяч залетает. 1-0. Неплохо здесь Зобнин. И мы забиваем за сборную. Отлично. Рома Зобнин отдает на меня голевую. И пока что мы с ним неплохо так сыгрались. У обоих гол плюс пас сейчас. Здесь хорошо прям мы забежали. Он отдает на нас. И в дальний угол так низом мы закатываем. Супер. И это дубль. И это мой дубль за сборную. Отлично. Невероятная игра у нас сегодня. Впервые мы забиваем дубль за сборную России. И очень классно сейчас это получилось. Разыграли. Седеврально. Здесь просто мяч зависит немного в воздухе. Я левой ногой забиваю. Вот штанги еще и мяч залетает. Вот почему за зенит-то так нельзя играть? Может быть потому что я еще не сильно сыгран. Там вот этой сыгранности как будто нет. Тут все такого. Но в сборной это классно. Первый матч за сборную России под девятым номером. И сразу дубль и голевая. Разгромная победа сборной России над Колумбией в товарищеском матче. Дубль. Плюс голевая на Романа Зобнина. Который открыл сегодня счет в этой встрече. И вот так вот. И мы теперь снимаем футболку. Я помню когда против Севиле мы играли. И Мунира тогда снял эту футболку. Когда нам забил единственный гол. И мы вылетели в 1-16 лиге Европы за локомотив. Это было обидно. Но сейчас шикарная игра 7-5. У меня оценка 2 мяча за сборную России. Всего сейчас у меня на счету уже 3 мяча всего лишь. То есть я забил в 2 раза больше чем раньше. Ну и голевая у меня уже одна была. И так. Еще одна игра у нас теперь уже против сборной Англии. Интересная на самом деле. Потому что англичане всегда показывали свой уровень. И вот этот именно уровень нам сейчас и нужен. Чтобы против такой команды мы играли. Мы играли против бельгийцев, против немцев, итальянцев. Интересные были матчи. Причем никому не проигрывали из таких сборных. Всегда у нас либо ничья. Но вроде даже не выигрывали. Зобнина, кстати, на правого защитника. Поставлю у него 80 на правом защитнике. Неплохо так. И смотрим на состав сборной Англии. Стерлинг, Кейн, Санчо. Что-то у Кейна рейтинг. Уже либо из-за возраста начинает виниться немножко. Впускаться. На казалось 89 там должен быть. Ну ладно. Ну и вот такой классный состав у сборной Англии. Посмотрим, посмотрим, что получится у нас против них. Поехали. Итак. Россия-Англия. Мне, естественно, вспоминается первый тур чемпионата Европы 2016 года. Когда мы сыгрались со сборной Англии в ничью 1-1. Тогда Березуцкий забил на последних минутах. Ну, такие вот воспоминания прям сейчас нахлынули, естественно. Мы будем также выполнять небольшую такую роль. Здесь практически в офсайде часто тусоваться. Надеюсь на то, что дадут нам хороший мяч в контратаку. Мы там уйдем. Вот. Не было, не было офсайда. Не свистим. Да был серьезно. А до миллиметровый рано-рано забежал. И все, меня заменили. Я в 8-4 минута. Дзюба вышел вместо Мирынчука, кстати. А я меня поменял Чалов. В последних матчах. Ну, нет, все. Сборная России играет в ничью с Англией. Это отлично. Против таких соперников мы всегда играем на ноль. В ничью. Супер. Ну, поворота много. Прямо пробило сборная Англии. Максименко должен был там быть лучшим игроком матча. Но нет, Арнольд. 7-0 у него тоже оценка. У меня 6-5. Ну что же, 12 матчей пока что за сборную России. Три гола, две голевые передачи. Средняя оценка 6-6. Итак, сейчас у нас игра в Кубке России. Первый тур. Первый круг для нас. Это, скорее всего, там 1-16. Но по командам это именно 1-8. Потому что здесь у нас команды из ФНЛ не попадают, к сожалению. Поэтому у нас сейчас игра против нашей первой команды. Против Химок. Вот так вот я поднялся. Можно сказать, из дебютантов чемпионата России. Я теперь играю уже за полных чемпионов. Прямо абсолютно. Дзюба сегодня со мной в паре. Это вообще замечательно, мне кажется. Должно у нас все с ним получиться. Поехали. Итак, Химки против Зенита. Кубок России. Интересная игра. Сегодня мы в стартовом, естественно, составим. С Артемом Дзюбой в нападении. Мы забили один гол. И отдали еще и голевую передачу. Сейчас мог Шамкин забивать. Но удар пошел не точно. Какую передачу сейчас я на него отдал. Здесь прямо увидел, что хорошо он забегал. С под прессинга даже ушел. Он тут и долго его держал. Я вот так вот на Дзюбу верну. Ух, левой ногой как зарядил. Почти в ворота. Рядом со штангами мяч пролетает. Очень опасный сейчас был здесь момент. В касании. Одним подработал, вторым пробил. Супер. Ну серьезно сейчас. Один игрок стоял, они не смогли. У него мяч отобрать. Бариус, отлично. Ну-ка. Идолу, до свидания. До свидания, Брайан Идолу, а? Да до свидания. Первый гол за Зенит, а? По пустым воротам. Я вообще не понимаю, что он здесь вышел. Ну супер, а? Классный момент. Показали, что не зря перешли в Зенит еще на Эмблему. Ну как вот здесь классно, а? Все-таки играли. Играли же раньше с Брайаном Идолу вместе. Здесь просто пушка, а? Представляете, если бы я бы не забил, а? Там вратарин настолько вышел из-за ворот, что можно было его перебрасывать. Но я решил прямо на силу шлепнуть, потому что увидел именно этот угол. Видел, что Дюба еще рядом, если что, бежит. И дальний удар из-за штрафной. Показываем, что Зенит в моем сердце всегда. И первый гол за Зенит, правда, не в чемпионате, а в кубке. На 69-й минуте. И все. Минимальная победа благодаря моему голу на 69-й минуте. Мы обыграем Хинки. Обидно, конечно, что еще и из-за меня Хинки вылетают. Хинки вообще не могут вроде как пройти 3 года уже, первую стадию. С ними я тоже вылетал в первой стадии. Против ЦСКА тогда по серии пенальти. Но я лучший игрок матча 7-5. У меня оценка на меня ассистировал, а никто. Потому что там и Идову как-то не точно сбрасывал. Поэтому все замечательно. Локомотив проходит Ротор. Они, кстати, опять против Ротора играли. Ростов проходит Ахмат. Сочи проходит Тамбов. Спартак выбивает Урал. Краснодар проходит Уфу. Рубин проходит ЦСКА. Кстати, Динамо проходит Тульский Арсенал. И мы сыграем против Динамо в четвертьфинале Кубка России. Вот, за 4 матча 1 гол. Это мой 18-й уже гол в карьере. Приходит нам сообщение. Мы сегодня в старте на выездной игре в Лиге Чемпионов. Впервые я дебютирую на групповой стадии. Поехали. Итак, дебют за Зенит в Еврокубках. Играем против Йонг Бойса. Вот тоже. Выезд у нас в Швейцарию. И, кстати, мы в Швейцарии же вроде играли, да? Цюрих же тоже из Швейцарии. Поэтому интересно вообще у нас Еврокубковые выезда. В нашей именно карьере. Побывали дважды в Англии. Один раз в Турции, один раз в Испании. И вот сейчас вот дважды, уже второй раз приезжаем в Швейцарию. И сейчас Йонг Бойс мог на самом деле выходить вперед. И Йонг Бойс быстро справляется. И мы забиваем. Это наш первый гол в Лиге Чемпионов в первом же матче. И это просто отлично. 60-я минута. Мы в двух матчах подряд, получается, за Зенит забиваем. Здесь очень хорошо. И Ерохин почему-то очень долго думал, пока я не сказал ему, давай передачу. И в ближний угол. Отлично. А в Лиге Европы мы забивали. Я помню Бешикташу. Поэтому это наш второй гол в Еврокубках. Мы первый в Лиге Чемпионов. И в первом же матче для нас на групповой стадии отлично. У нас возник один момент. Мы его реализовали. Ерохин на меня очень хорошую передачу отдает. И это мой дубль. И это мой дубль за Зенит. Дубль в Лиге Чемпионов в первом же матче. Отлично. В первом же матче Лиги Чемпионов дубль. Очень хорошо сейчас здесь получилось. Ну и супер. Третий мой гол уже за Зенит. Но все так же не получается у меня пока что забить в чемпионате России. Но вот в Лиге Чемпионов уже дубль я оформляю. В первом же матче. Шикарный конечно матч мы сегодня проводим. И все. Уверенная победа на выезде. Благодаря моему дублю мы обыгрываем Young Boys в первом туре. Лиге Чемпионов пообнимали здесь Ракицким, Лоуреном. Пожали руку сопернику. Ну и на этом Лига Чемпионов заканчивается этот матч. Два удара в створ и два гола. 7-5 у меня оценка. Я лучший игрок матча. Итак. А в нашей группе Милан минимально дома у себя обыграл Celtic. И мы пока что занимаем первую строчку у нас в группе. Ну вот 5 матчей за Зенит. 3 гола мы забили. Средняя оценка 6-8. И как раз последний гол у ворота Young Boys стал 20-м в нашей карьере. 68 матчей мы на данный момент отыграли. 20 забитых мячей. Итак. Мы в старте сегодня на игру против Химок. С Химками мы уже играли в кубки. Минимальных обыграли. Но сейчас у нас в чемпионате. Где у нас пока что два матча против Локомотива и Ростова были. И мы сыграли оба этих матча в ничью. Мы снова с Дзюбой в старте. Надеюсь, что забить снова у нас получится. Итак. Чемпионат России. Третий тур. Зенит принимает Химки. Снова мы встречаемся против нашей бывшей команды. Минимально 1-0. Обыграли мы их в кубке в первом туре. Ну, посмотрим. Непонятно. И нас заменили. Азмун вместо меня вышел. 82-я минута. Третья ничья подряд из НИТа со счетом 0-0 в чемпионате России. Я просто уже не понимаю, что делать. В Лиге чемпионов Кубки России за сборную мы невероятно играем. Но здесь просто три удара, ноль створ. И Данилкин из Химок лучший игрок в этом матче. А Локомотив все так же продолжает там всех выигрывать. Краснодар и ЦСКА пока что три победы из трех. А у нас в игре забитые и пропущенные пока что по нуля. После трех туров мы не можем ни разу распечатать ворота соперника. Нам приходится общение. Мы отправляемся вместе со сборной России. Пока что до сих пор как нас вызвали первый раз. Без нас ни один матч сборной не проходит. Там правда Португалия была в конце сезона. Второго. Но мы не поехали, потому что надо было заканчивать сезонным. Сейчас у нас матч против Тульского Арсенала. На выезде играем. Но здесь мы должны все-таки, я надеюсь, обыгрывать команду. Они играют тоже без флангов. Правда у них одного нападающего у нас в двух. И кстати со Змуном решает Симак нас попробовать сегодня. Итак, мы в Туле. Стадион Арсенал Арена. Интересная, конечно, команда. Я надеюсь, что сейчас мы должны забить первый гол. И я забиваю. Первый гол Зенита в чемпионате России в этом сезоне. Забиваю именно я. Выездной гол. Тоже за невероятная игра у нас сегодня в выпуске. Причем я поменял сложность, как вы меня и просили. Так что ко мне вопросов-то теперь быть не должно. Может быть стоит теперь дальше поменять сложность? Тоже напишите об этом в комментариях. Я думаю поменять с рейтинга 85. Чтобы вообще было трудновато. Хотя мне и так кажется трудновато, что мы даже Хинком, Ростову, Локомотиву забить не смогли. Ну супер. 52 минута. Мы забиваем за Зенит на выезде. Слава богу, пока что выигрываем. Зенит сразу же пошел в оборонительные тактики. Интересная какая сейчас подача. И моменты, и мы пропускаем. Вот это серьезно тот матч, который мы забили и пропустили. Ткачев забивает. 61-я минута. Миньёля мне пока что не нравится. Потому что у нас Лунев. Три матча. Три сухаря хотя бы принес. Здесь снова вот эти вот запинания пошли. Снова Кузяев. А мы вот так вот на Азмунчика. Азмунчик. И это гол. И это моя голевая передача. Асердар Азмун. Забивает. 2-1-8-7-я минута. Все сейчас бегут. Я надеюсь, что на меня должны записать же эту голевую. Моя первая голевая в Зените. Все здесь. А как же рады. Вот почему мы празднуем именно вот эту вот победу. Сейчас этот гол. Забили это Тульскому Арсеналу. Ну это позор. Проиграть в ничью даже с этой командой. Не в обиду болельщикам Арсенала. Но все равно именно по уровню. У них намного выше, чем Тула. И обыгрывать должны были не минимально, а разгромно. Но вот эта вот сейчас сцена. Да, я действительно рад. По крайней мере сейчас, как играет Зенит. И все. Наша первая победа за Зенит в чемпионате России. Гол плюс голевая. Скорее всего сейчас мы тоже это глянем. С Ловреном. С Кьедом. Пообнимались все. И первая победа, друзья. Поздравляю всех с этим. Теперь у нас 5 очков получается в чемпионате России. 3 удара, 3 в створ. Ну сейчас глянем. Да. Так, нет. Это моя, да, голевая. Все. Мы с Азмуном перепасовались. То есть получается. Он на меня голевую записал и я на него. Локомотив, кстати, проигрывает ротору на выезде. Вот так вот. И мы сейчас поднимаемся на седьмую строчку. Там ЦСКА все 4 матча пока что выигрывает. Посмотрим, что у нас получится из этого. Но 6 очков отстаем от ЦСКА. И у нас, не будем забывать, еще и 2 игры должны быть очные против ЦСКА. Может быть и догоним. 7 матчей, 4 гола, а 1 голевая передача за Зенит. 70-й матч мы, кстати, сыграли уже, нам только 19 лет. Это невероятно. Итак, у нас домашняя игра против ротора, которые обыграли, кстати, локомотив у себя дома. 1-0. Ну и сейчас сыграем мы с ними. То есть у ротора тоже серьезный такой график. Локомотив, потом Зенит. Минвеле решил сегодня снова Семак использовать в старте. Выпускает также Осорио, а не Ракицкого. Шамкина и Ерохина поменяли немного местами. Но Дзюба все так же с капитанской повязкой. Малком они выпускают, хотя у него 85-й рейтинг. Можно было с флангами сыграть и Гильерми Гуэдыш играть сегодня слева, а не Дугла Сантос. Ну что же, Зенит-Ротор, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против ротора. Интересная игра на сегодня ожидает, получится ли у Зенита победить две игры подряд в чемпионате России. А ротору обыграть двух грандов последнего сезона, потому что они обыграли сейчас Локомотив, вторую строчку. Ну и сейчас у них сразу же в расписании первая строчка. Ну и теперь-то, да, на Дзюбу прошла моя передача. И вторая гуливая уже за Зенит у меня. Дзюба показывает мне, иди ко мне. Ну и теперь и Дзюба. А то Миранчук мне в Локомотиве натирал. Теперь Дзюба. Супер. Ну шикарно, я сказал, вот такие вот навесные передачи должны проходить. И, что это вообще сейчас было, а? Опять мы пропускаем. Только вроде повели в счете, но нет, снова мы пропускаем. Соплинов нам забивает на 70-й минуте. Ничья 1-1. Голевую на Дзюбу у нас получилось записать в этом матче. Ну и один свой просто воспользовавший момент. Соплинов забивает. И все. У нас ничья. Локомотив здесь в Сочи 4-2 выносит. Мы на шестой строчке. Потихонечку поднимаемся. 8-2 у нас становится рейтинг уже. Итак, на матч против Милана у нас. Это последняя сегодня игра на выпуск. Мы в старте. Играем первую нашу домашнюю игру в Лиге Чемпионов дома. Кстати, против Златана Ибрагимовича, у которого рейтинг 78. Вот так вот выглядит сейчас состав Милана. Потому что Донарума же перешел из Милана в Ливерпуль. Вот здесь Романьоли. Мы с ним встречались в матчах сборных против Италии, когда играли. Но на самом деле, я не знаю. Здесь, кстати, Руслан Малиновский мы видим. Почему бы не Ульриха из Баварии, например, поставить на воротах? Нет, зачем? Ладно. Зенит Милан. Второй тур Лиги Чемпионов. Ух, как же здесь Златана. Против меня сейчас так выглядит интересно. Поехали. Итак, Зенит Милан. Наши игроки готовы. Сегодня Дзюба будет противостоять Златану Ибрагимовичу. И вот, хороший шанс был, но арбитр просвистел. Зенит играет в ничью с Миланом. Второй тур заканчивается для нас таким результатом. Сейчас посмотрим по статистике, как у нас вообще игра. Но равный на самом деле. Хоть и побил там поворотом Милан чаще. Оценка у меня 5,5. Романьоли действительно лучший игрок в составе Милана. Сейчас каждый мяч он выгрызал. Селтик обыграл Йонг Бойс. Но мы все равно на первой строчке, потому что мы крупнее обыграли в первом туре. 8,2 все так же у меня оценка. 9 матчей за Зенит. 4 гола. 2 голевые передачи за сегодняшний выпуск у меня получилось отдать. Ну, друзья, в следующем выпуске начнем мы матч в Сочи. Там два матча со сборной. У Бразилии и Франции. Это будет месиво, я бы вам хотел сказать. Мы сейчас идем на шестой строчке. Локо на третий. ЦСКА на первый. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на инстаграм нашего футболиста. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok